На сегодняшний день большое количество гаражей в Ставропольском крае не оформлено в собственность. Люди пользуются недвижимостью на птичьих правах, что не позволяет им распоряжаться этим имуществом. Для урегулирования рынка с 1 сентября 2021 года стартовала гаражная амнистия. Она должна уменьшить количество объектов, которые до сих пор не поставлены на учет. На территории края из 3 миллионов объектов порядка 400 тысяч находятся без прав. Что это значит? Это значит, что люди не могут продать, не могут оставить по наследству, не могут взять кредит. Ну то есть, как обычно, когда права не оформлены. Это включает в себя те объекты, которые были зарегистрированы, права на которые до 1998 года, до вступления в силу 122-го закона о государственной регистрации. С момента вступления в силу закона о гаражной амнистии количество запросов на получение недвижимости увеличилось. За это время в нашем регионе около 14 тысяч гаражных объектов перешли во владение собственников. У нас часть документов на такие гаражи хранится в нашем архиве учетно-технической документации. Мы постоянно боремся за снижение сроков выдачи информации из архива учетно-технической документации. Мы очень плотно работаем с органами местного самоуправления. У нас кратно выросло количество запросов из органов местного самоуправления, в том числе и в рамках гаражной амнистии, в том числе и в рамках тех изменений, которые были в целом внесены по полномочиям органов местного самоуправления, по выявлению неучтенных или объектов недвижимости, у которых нет собственников. Воспользоваться гаражной амнистией могут как наследники, так и те, кто купил его у первоначального владельца. В законе указано, что гараж должен быть одноэтажным, а также обязан находиться в составе гаражно-строительных кооперативов. Если все требования соблюдены, тогда вы можете подать необходимые документы в свой муниципальный комитет. Человек собирает все документы, которые у него есть, приходит в администрацию, они все готовят и дальше уже взаимодействуют с нами. По документам здесь то же самое. Если у человека не осталось правоустановочных каких-то документов, он собирает те документы, которые у него есть. Это могут быть и коммунальные платежи по договорам, которые были заключены до 2004 года. То есть на срок действия гаражной амнистии. И дальше уже муниципалитет сам смотрит, запрашивает документы, готовит пакет документов и передает электронно нам. Закон о гаражной амнистии продлится до 2026 года. Теперь постройки, которые не были узаконены, можно будет оформить в собственность в течение пяти лет.